Главное, конечно, отсюда выбраться. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Если вы думаете, что я все места в Альпах облетал отнюдь, я только что долетел до места, где никогда не был. Причем оно совершенно недалеко от дома, 66 километров всего лишь. Мы долетели до долины реки Роны. И эти потрясающие виды низких Альп я могу вам сейчас показать. Почему мы обычно здесь не летаем? Потому что погоды нет. То есть, как правило, погода есть в Больших Альпах, а сама долина Роны создает такую зону обширной инверсии. Вот эти вот склоны, которые сейчас под нами, вырубают. То есть так, чтобы долина Рона была заполнена облаками, это просто речайший случай. Настолько речайший, что за, получается, уже 11 лет полетов в Альпах, полетов в Альпах, конкретно вот в эту точку я добрался впервые. Ну, не так далеко там, вот на вот этих Омниках я, допустим, часто летал, но вот на этот лесочек выйти, здесь покрутиться, я смог позволить себе впервые. Можно было и до этого, конечно, там подрискнуть, под еще как-нибудь. Ну, вот так, чтобы надежно, без риска и высоко. Здесь главное, что очень часто облака низкие, а сейчас у нас 2300 метров и... Смотрите, даже 4 метра в секунду на бореометре. То есть все прекрасно. Давайте немножко география. Собственно, Альпы, если вы посмотрите в Google Maps, то обнаружите, что они такой красивой дугой идут во всей Европе, объединяя огромное количество стран. И у меня, конечно, мечта вдоль Альп махнуть, то есть стартовать как раз вот там, где они кончаются от нас практически, и дальше по дуге Альп, да, например, в Словении слетать. Вы же сейчас можете посмотреть, вот оно место, где эти Альпы заканчиваются. Вот-вот все, вот-вот начинается долина. Долина называется реки Роны, потому что течет река Рона, которая, удивительно, она начинается в Швейцарии на леднике Альчер. А дальше, вот на другой стороне долины, видите, крыло я показываю далеко-далеко, там уже другие горы, массив Централь. И получается, что долина Рона – это такой кратчайший путь ветру к морю. Собственно, где-то там, где крыло показывает, там течет вот это вот Рона, и там где-то впадает море. Как вы знаете, ветер – штука ленивая. Точнее, вообще все в природе ленивое. То есть вся природа построена на поиске пути наименьшего сопротивления. И, например, когда дует ветер, он старается двигаться по низинам. То есть если есть ущелье, то внизу ущелье будет очень сильный ветер, потому что что, воздух подниматься куда-то вверх, ему лучше прошемкнуть пониже. То есть здесь все подчеркнуло простейшему закону. Кстати, когда вот этот долинный ветер называется, вот этот эффект Вентурии, кстати, летит в самолете. Вот, я вам сейчас его покажу. Видите, как крадется. Оп! Стабилизация, конечно, не к черту. Но, представляете, как красиво даже на самолете по всем этим горкам пройти. Я пока, кстати, вам тут эффект Вентурии показывал, выпал из потока. Сейчас в него опять нечаянно зашел. Так вот, когда стоит эти циклон в Испании и циклон в Италии, или наоборот, хоть в Тюбе и не помню сейчас, создается такое поле давления, которое заставляет массы воздуха разгоняться со страшной силой и протискиваться над нашими Альпами. Часть попадает в долину, вот крыло сейчас показывают, которое ведет от Гренопля, например, к нашему аэродрому. И тоже дует достаточно сильный ветер. Часть несется вот здесь над горами, вынуждена сюда подняться и, так сказать, несется. А очень большая часть попадает в вот эту долину Роны и разгоняется до, там, ну, конечно, не до сверхзвуковой скорости, но до очень большой. Говорят, что ослам уши отрывает. То есть настолько сильный ветер, что, ну, это понятно, что шутка. Ну, у каждой шутки есть доля правды. Мистраль вызывает уныние. Это очень холодный ветер. Это часто с влагой какой-то ветер. Это вот реально леденящий душу ветер. И во время Мистрали официально зарегистрировано увеличение количества самоубийств даже в столь красивых местах. Представляете, человек задул Мистраль, вот там вот домики все в этой долине Роны как не в себя трясутся, теряя черепицу. И человек решает, ну, все, жизнь моя закончена, надоела. Решаю, так сказать, рвануть на реинкарнацию. И ку-ку. Вот, мы, конечно, не такие. Город, который вот этот вот, вот сейчас на картинке, я забыл, как называется, к своему стыду величайшему. Вячеслав, он у нас все знает. Вот, я более чем уверен, он назовет этот город, по нему течет речка. И, блин, ну, это точно не речка, не Рона еще. Хотя, там где-то Леон. Может, это и Рона. Да, очень даже похоже, может, Рона. Точно, точно, точно. Там дальше, может, Рона не течет. Не течет Рона, может быть, через... Ой, Леон, а течет здесь. А она поворачивает в районе Гренобля. Вот, там, на самом деле, Рона начинается еще дальше за Монбланом. В Швейцарии на леднике Альчер, я вам уже сказал. И для меня было удивительно полетать над ледником, а потом, а знаете, оказывается, что долина Рона называется за счет вот этой именно речки, которая на леднике берет свое, так сказать, начало. То есть, тут удивительное количество, конечно, всяких и совпадений. Вот, и ветер Мистраль всю жизнь слышал, а вот теперь вижу, где он рождается. Так вот, вполне возможно, что это как раз и есть Рона. И она дальше течет, течет, течет. И вот туда, вот, по долине, и свистывает в море. Очень красивая речка, очень красивая долина. Мы с Клаусом периодически пересекали эту долину, немножко поближе, южнее, когда путешествовали с ним два года назад во время коронавируса. Вот, а теперь я один. Учитель немножко научил меня летать в этих волшебных местах. Ну, я теперь наслаждаюсь полетом и показываю вам эти красоты. Периодически теряя поток, смотрите, как позорно я его кручу. Компьютер, конечно, позволяет всегда вернуться в поток. Хвала компьютерам. Ну, я, конечно, привязываю, положено это привязать себе к местности. Как мы можем привязать? Ну, посмотрите, вон, вот эти замечательные стога сена, где-то вот отсюда сходит поток. И, конечно, любоваться хочется вот этими, смотрите, домиками, вот этим вот великолепным обрывом. То есть сейчас летаешь и думаешь, что вот точно сюда нужно приехать на каком-нибудь мотоцикле, на какой-нибудь машинке. Просто поездить, посмотреть. С воздуха, конечно, это смотрится волшебно, но не поверите, друзья, насколько я в последнее время попадаю в разные места, и смотря их снизу, когда я был на дне сверху, контраст, то есть разница довольно большая. А самое главное, что можно остановиться, вот это мгновение, так сказать, остановить и вот посмотреть с этого обрыва вниз. Вот там, видите, перевальчик такой. Ой, ты что, в гостинице, что ли? О, о, атакую. Прикрой атакую. Так, друзья, сейчас мы какой-нибудь самолет достанем, смотрите. Вау! Что тут летит? Ну-ка, приведите документы. Ну, догоним. Сейчас посмотрим скорость. Так, мы 200 летим, но это, зараза, тоже 200. Ладно. Эх! Обожаю вот так немножечко пошалить, друзья. Мы, кстати, недавно догнали вертолет, у меня целая коллекция роликов уже с вертолетами. Они летают, а мы за ними иногда гоняемся. Понятно, что недолго, потому что энергия у планера это энергия высоты накопленная, и вот так вот шурша, он достаточно быстро высоту теряет, но это не мешает, не мешает получать от процесса неизгладимое удовольствие. Погоня не длинная, но яркая. Я вот как раз хотел вам показать вот этот обрывчик. Возьмешь ручку на секунду? О! Вот куда я хочу съездить. Где-то посеян. Край земли, можно сказать. Так, давай возвращаться в поток. Вот, то, конечно, вот, видите, как просто вернулся поток. Берем, смотрим на компьютер. Ну, правда, что-то компьютер. Вот облако, которое достаточно устойчиво создает поток. Так как он не меняется со временем, то можно считать, что он почти стационарный. То есть, висит облачко. Такое довольно часто бывает. Почему именно так? Почему именно в этом месте? Почему это не меняет положение? Давайте попробуем, объясним этот казус. Что мы имеем снизу? Снизу мы имеем прогретую скальную стенку, массив леса и некую локальную возвышенность. Поэтому совершенно логично, что с этой некой локальной возвышенности сходит вот этот чудесный, радующий нас восходящий поток. Вот, вот этот вот, вот, особь вот эта, скорее всего. Как раз, судя по направлению ветра, опять же, крыло показывает в микроущелье такое, которое вытягивает ветер, воздух с долины вверх и бросает его на скалу, а со скалы к нам. Умение объяснить образование потоков, создать модель, крайне важно, потому что это именно дает некую свободу предсказаний, и вы, летая, прекрасно можете знать, где же будет следующий поток. Естественно, по облакам, то есть облака это верхушки потоков, вот, собственно, до него совсем близко осталось. Но, во-вторых, вот представьте, облака выключили. И тогда многие планилисты, как слепые котята, которые плохо думают и мало моделируют ситуацию, а которые моделируют хорошо, они просто знают, что потоки берутся с тех же мест, нет облаков. Ладно, надо просто проверять схожие схемы со схожим сносом ветром и брать эти потоки. И получается вполне себе летать и без облаков. Да. Так, что мы имеем с гуся? Ну, я сейчас планирую, куда мы полетим. Ну, наверное, чуть вернемся в нашу систему горы. Может быть, по вот этой вот гряде, слетая в сторону Гренобля. Почему бы и нет? Гренобль город интересный, но очень жаркий. Там существует интереснейшая тенденция. Есть общество ненавистников электромобилей. То есть город достаточно грязный, загазованный. Ну, в смысле, там стоит инверсия, которая не позволяет перемешиваться воздуху. И часто получается в Гренобеле такой мощный смог стоит. И электромобили для такого города спасения. Но там большое общество ненавистников электромобилей, которые ломают электрозаправки. То есть вот не поверите, до чего зеленые доходят своим извращенным умом. И мы так на это попались. Поехали в Гренобель, хотели электрозаправиться на BMW 3 своей. И не смогли. Потому что все электрозаправки были, так сказать, взломаны, поломаны. Вот, кстати, добрались мы до облака, видите. В облако мы входить не имеем права, потому что летаем по правилам визуальных полетов. Но как могу я опуститься под облако? Это увеличить скорость. То есть я могу энергию запасти не только в энергии высоты, но и в энергии скорости. И сейчас я разгоняюсь под этим облаком, беру последние кроки энергии и перехожу на маршрут. То есть сейчас вы видели все. И наборы хулиганства, и долин урона. И этот ролик я завью прямо с неба. Вот смотрите, не входить в облако. Чтим уголодный кодекс. Ну, в смысле, правила визуальных полетов. Оп! Держи ручку. Ох! Ну, что вам еще показать? Давайте петлю не буду показывать. Я теперь ручку опять взял. Давайте я вам сделаю такое пигирование с кабрированием. И... Йуху! До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Стопор сейчас будет. А-а-а! Ну, кстати, да, свалились. Все, погнали домой. Ой, в смысле, домой по маршруту. Так, твоя ручка на ближайшее облако. Слева на 10 часов.